Сила с нами. Существует множество натуральных способов, как поднять свой уровень тестостерона. Недавно Эндрю Хьюберман, американский нейробиолог, предложил протокол, который поднимает уровень тестостерона аж на 400%. В 4, мать его, раза. Про этот протокол я расскажу в конце сегодняшнего сюжета, но сейчас давайте разберемся в том, как работает производство тестостерона и как на этот процесс можно повлиять извне. Вообще, почему мужчины фанатеют высоким уровнем тестостерона? Есть глобальные и локальные причины. Глобальная причина, самое главное, в том, что когда у вас высокий уровень тестостерона, вы радуетесь жизни, у вас сгорят глаза, вы к чему-то стремитесь, вы живете полноценно, вы куда-то двигаетесь, вас все радует. Когда у вас низкий уровень тестостерона, у вас апатия, руки опущены, ничего не радуют, ни к чему не стремитесь. Локальная причина заключается в том, что чем выше у мужчины уровень тестостерона, тем более он привлекает, сексуально привлекает противоположный пол. Женщинам нравятся самцы с высоким уровнем тестостерона. Это касается не только людей, это касается вообще всех млекопитающих. То есть тестостерон коррелирует с привлекательностью противоположного пола. Но тестостерон это не причина мужской привлекательности, это, скажем так, следствие. Причина заключается в другом. Дело в том, что когда у мужчины высокий уровень тестостерона, он более настойчивый. То есть тестостерон дает мужчине настойчивость. Не отступать и не сдаваться, двигаться дальше, биться лбом об стену, если даже ничего не получается, продолжать и продолжать. Когда все вокруг опустили руки, не хотят, разочаровались, в депрессии, человек с высоким тестостероном продолжает фигачить, фигачить, фигачить. Часто он фигачит неправильно, в ложном направлении, бывает не получается. Но если смотреть большие числа, сравнивать различные варианты, то вот эта настойчивость, она коррелирует с успехом и с победой. Тот, кто продолжает двигаться в тот момент, когда все вокруг опустили руки, такие люди чаще всего побеждают в окружающей действительности и достигают успешного успеха. Достигают позитивных результатов. И именно это привлекает женщин. То есть чемпионы, победители, у которых получается, именно такие люди привлекают женщин, а не сам по себе тестостерон. Но тестостерон дает именно вот этот вот запал продолжать, не отступать и не сдаваться. Мы живем в мире рангового соревнования. Это отдельная очень щекотливая тема, про которую предпочитают не говорить. Она в обществе тщательно скрывается. Нам всем везде говорят, что мы равны. Но кто-то ездит на метро, кто-то ездит на ламборжини, кто-то ест хлеб, а кто-то ест фуа-гра и креветок. То есть кто-то управляет судьбами людей и судьбами всей цивилизации, а кто-то управляет только тем, какую бумагу выбрать, чтобы потереть себе задницу. Но мы все равны. Эта байка, она противоречит всему, в том числе эволюции. Эту байку придумали сильные мира всего для того, чтобы управлять и контролировать всех остальных, таких как мы, с вами простых смертных. Ну типа, чтобы снижать социальное напряжение, чтобы люди думали, что все равны. Никакого равенства никогда не существовало, не существует и не будет существовать. Потому что если создать искусственное равенство, то получится Советский Союз. Остановится соревнование, остановится стремление, остановится развитие, остановится эволюция. Поэтому отсутствие соревнований – это очень плохо. Соревнования – это основа для каких-то великих достижений, для прогресса. Так вот, мы живем в мире рангового соревнования. А кто? Ну потому что, если вы подумаете, то все вокруг вас хотят лучше жить, чем остальные, плюс-минус. Они не хотят жить лучше, чем какие-то гипотетические чуваки там 100 лет назад. Хотя, если мы себя будем сравнивать с людьми, которые жили 100 лет назад, ну какие-нибудь миллионеры, допустим, Генри Форд, например, какой-нибудь, то любой современный человек, даже нищий, он живет лучше, чем миллиардер 100 лет назад. Потому что у него есть доступ к такой информации, к такой медицине, к такому питанию, такого доступа не было у самых богатых людей 100 лет назад. То есть, если сравнивать так, то люди должны быть счастливы. Но что-то я вокруг не вижу особо много счастливых людей. Почему? Потому что мы живем в мире рангового соревнования тут и сейчас, а не в прошлом. Мы соревнуемся с теми, кто вокруг нас. Мы хотим жить лучше, чем остальные. Вот в чем фишка. А что такое жить лучше, чем остальные? Это и есть ранговое соревнование. Жить лучше, чем остальные, это значит потреблять больше, чем остальные. А потреблять больше, чем остальные, кто? Кто в социальной энерархии находится выше, чем остальные. Эти вещи у приматов абсолютно навсегда взаимосвязаны. Так вот, мы соревнуемся в этом бесконечном соревновании. А кто имеет шансы победить в таком соревновании? Тот, кто стремится победить в таком соревновании. А кто стремится победить в таком соревновании? Тот, у кого есть настойчивость. Настойчивые стремятся победить. Ненастойчиво опустили руки и не стремятся победить. И вот этот фактор ключевой. Тот, кто стремится, тот побеждает. Тот, кто опустил руки, тот не может победить в принципе. И вот этот момент очень сильно влияет на тестостерон. А теперь самое главное. Вы можете забыть весь следующий ролик, но запомните, пожалуйста, этот момент, потому что он ключевой. Это ключевая вещь, про которую никто никогда не говорит, но эта вещь принципиально влияет. Это главная вещь, которая влияет на выработку тестостерона у мужчин. Вы получаете высокий уровень тестостерона, когда вы кайфуете от преодоления. То есть, если вы научитесь получать удовольствие от преодолений, ваш уровень тестостерона будет расти. И это именно то, для чего изначально в нашей системе тестостерон существует. Все остальное, там сексуальная привлекательность, вторичные половые признаки, все это вторично, это все потом. Первое, это кайф от преодоления, кайф от усилия. Нравится преодолевать, нравится страдать и становиться лучше в процессе, лучше, чем был вчера. Найдите, то есть, рекомендация такая, научитесь кайфовать от преодолений, чем бы вы ни занимались, и ваш тестостерон будет высокий. Это может быть все, что угодно. Вы можете заниматься футболом и кайфовать от того, как вы каждый день ходите на тяжелые тренировки, но вы становитесь быстрее, вы точнее бьете по мячу. Может быть вы себя сравниваете даже не с другими игроками, а самим себя, каким вы были там месяц назад, либо год назад. Но вам нравится это преодоление, вы становитесь лучше, чем были вчера, и поэтому вам это нравится. И тогда ваш тестостерон растет. Вы ходите в тренажерный зал, каждую неделю вы поднимаетесь в вес чуть больше, чем было раньше, ваши мышцы становятся чуть сильнее, чем были раньше. И вам нравится этот процесс? Вы преодолеваете сопротивление железа. Вам нравится этот процесс, потому что вы становитесь лучше, и это поднимает ваш тестостерон. Вы занимаетесь шахматами или вы решаете математические уравнения. Вот это сложно, но вы стараетесь, вы учите какие-то новые формулы, вы участвуете в математических олимпиадах, И с каждым разом вы это преодолеваете, вы разбираетесь, вы становитесь в этом лучше, чем были раньше, и вы от этого кайфуете, и это поднимает ваш тестостерон. Понимаете, как это интересно работает? То есть, когда вы преодолеваете, когда вы кайфуете от преодоления, у вас повышается тестостерон. А когда у вас повышается тестостерон, он дает вам что? Настойчивость. И чем выше ваша настойчивость, тем больше ваши шансы преодолеть сложную задачу и снова получить тестостерон. Вот у нас круг и замкнулся. То есть самое главное, ключевое, что вы должны запомнить из этого сюжета, это то, что вам нужно научиться кайфовать от преодолений, чем бы вы ни занимались. Вот в тот момент, когда вы соревнуетесь, когда вы преодолеваете, у вас получается, в этот момент у вас вырабатывается высокий тестостерон, и это привлекает женщин. То есть женщин привлекают, да, мужчины с высоким тестостероном, они привлекают противоположный пол, но это не связано напрямую с тестостероном, это связано с тем, что мужчина-чемпион, мужчина-победитель, который стремится, преодолевает и не сдается, вот такие мужчины больше всего и привлекают женщин. А тестостерон это просто сигнальная система, которая показывает, что данный вот конкретный мужчина, он преодолеватель, он достигатор, он чемпион. Уровень тестостерона нестабильный, он меняется на протяжении всей вашей жизни. В начале, когда вы ребенок, уровень тестостерона минимальный, но когда вы входите в фазу полового созревания, ваш тестостерон, его уровень улетает в космос. То есть такой идет очень мощный всплеск вверх. Там происходит плата, и потом на протяжении жизни мужчины тестостерон медленно опускается со скоростью примерно 1% в год. Почему такой мощный всплеск происходит именно в период полового созревания? Ну там 14, 16, 18 лет тестостерон на максималках. Почему? Потому что исторически именно в этот период мужская тушка вырастает в достаточно большую, чтобы уехать от мамки и вести свою самостоятельную жизнь. То есть, а когда организм покидает родителей и начинает свою самостоятельную жизнь с окружающей реальности, с окружающим миром, он неизбежно сталкивается с конкуренцией с этим окружающим миром, с другими организмами. Он с ними конкурирует, он с ними соревнуется за более лучшую жизнь. А раз он с ними соревнуется, то ему что нужно? Ему нужно некое вещество, некий субстрат, который будет помогать ему соревноваться, не оступать и не сдаваться, когда остальные будут опускать руки. Чтобы он побеждал, ему нужно нечто. Этим нечто является тестостерон. Поэтому, когда организм вырос до достаточно крупных размеров, у него начинает дополнительно вырабатываться много тестостерона, чтобы дать ему вот эту мотивацию, вот это стремление, вот эту напористость двигаться, конкурировать и соревноваться с окружающим. В этом суть тестостерона. И он нужен именно вот в этот определенный возраст и максимально нужен, потому что в этом возрасте происходят главные соревнования в жизни мужского организма. А почему дальше падает? Потому что главные мужские соревнования происходят в этот период, когда организм молодой, он реализуется, он себя находит, он соревнуется с остальными, он строит дом, он там находит семью и так далее. Главные соревнования происходят в этот период, а потом уровень тестостерона уже не так важен, как в этот период. И поэтому уровень тестостерона, соответственно уровень мотивации, уровень стремления постепенно, постепенно, постепенно падает. Поэтому сразу же можем сделать вывод. Если вы хотите поднять уровень тестостерона в своей системе, вам нужно добавить соревнований в свою жизнь. Пусть это будут искусственные, вымышленные соревнования, пусть про них никто не знает. Но если вы воспринимаете вот этот движ как соревновательный, пусть у вас только в голове, вы сами с собой для себя так это прорабатываете, то ваш уровень тестостерона будет расти. Любое соревнование автоматом. Вот просто выходят футболисты на поле. У них автоматом будет более высокий уровень тестостерона, чем у обычных мужиков. Потому что они в фазе соревнований. Любое соревнование повышает уровень теста. Победа еще больше повышает уровень тестостерона. Поэтому, если вы хотите высокий уровень, соревнуйтесь, придумайте себе соревнования и побеждайте в них, и ваш уровень тестостерона будет расти. Это такая универсальная рекомендация, которая работает всегда везде. И, заметьте, мы сейчас будем говорить про различные вторичные способы, как поднять уровень тестостерона. И когда я смотрю ютубчик или что-то читаю, я вижу, что везде говорят именно про вторичные способы. Ну, там, типа, там, низкие температуры, там, тренажерный зал и т.д. и т.п. Это все, безусловно, работает. Мы сейчас все это быстро проговорим, но это все вторично. Все это вторично. Первично это кайфовать от усилий, от соревнований, побеждать и радоваться этому. Вот это стремление побеждать, быть напористым, двигаться в чем-то и достигать успеха в этом. Вот это ключевой механизм, когда растет тестостерон. Если у вас тестостерон падает, если вы хотите взять самое что-то эффективное, что лучше всего его будет поднимать, придумайте соревнования в своей жизни. Соревнования будет вас, будет тестостерон вытягивать вверх. Когда мы смотрим вокруг, мы видим, что сейчас общество очень слабое, мужчины очень слабые. Это видно в метриках. Мы видим, что уровень тестостерона у современных мужчин минимум в два раза меньше, чем, допустим, у наших дедушек. В среднем по планете минимум в два раза меньше сейчас тестостерона у мужчин, чем у наших дедушек. С чем это связано? С тем, вам не захочется это, конечно, признать, но с тем, что наша жизнь стала легче, чем у наших дедушек. У нас больше обработанной еды, более вкусной еды, у нас больше интернет, у нас более сидячая жизнь, мы меньше напрягаемся, у нас более интересные видео, игры. У нас куча, куча, куча всего. Окружающая среда стала легкой, более безопасной, более интересной и менее соревновательной. Мы, как существа, заточены на соревнования с окружающей средой. Это наша принципиальная особенность. И когда у нас забирают среду соревновательную, а технологии и развитие общества автоматом у мужчин забирают соревновательную среду, то тогда уровень тестостерона автоматом падает, потому что уровень тестостерона высокий, когда вы соревнуетесь, когда вы стремитесь, когда вы боретесь с этой окружающей средой. Когда с ней не нужно бороться, то тогда все меняется. То есть, когда вы боретесь, у вас высокий тестостерон, либидо, вас все радует жизнь, вы к чему-то стремитесь, и вы получаете удовольствие от самого себя. Когда среда слишком легкая, у вас депрессия, у вас ожирение, вас ничего не радует, и вы не можете себя найти. И вот это то, в чем оказалось современное общество. Теперь поговорим о вторичных механизмах поднятия уровня тестостерона. И одним из самых эффективных из вторичных механизмов является силовая тренировка. Причем, если вы сделаете небольшую ментальную проработку, этот вторичный механизм можно превратить в первичный. А именно, если вы будете рассматривать тренировку не просто как способ физиологический поднять свой уровень тестостерона, а будете рассматривать тренировку как соревнование с самим собой. То есть, я не просто хожу как тюфяк и тренируюсь с одними и теми же весами из тренировки в тренировку. Это плохо поднимает уровень тестостерона. Я борюсь с самим собой. Я пытаюсь завтра поднять больше, чем вчера, и тем самым я участвую в соревновании с самим собой. И если у меня получается, это победа, это преодоление, я кайфую от преодоления. И именно кайф от преодоления повышает мой тестостерон. Это первично. И если вы тренируетесь железками, тем самым вы можете объединить два эффекта. То есть первичный, основной психологический соревнование, преодоление, стремление, движение вперед. И параллельно физиологический момент. В чем заключается физиологический, вторичный момент? Дело в том, что тренировки железом, они разрушают наши мышечные клетки. И для того, чтобы эти клетки адаптировались к изменившейся внешней среде, то есть когда вы тренируете железом, это более агрессивная внешняя среда. Организм пытается сохранять гомеостаз. И для этого, если среда становится чуть жестче, ему тоже нужно стать чуть жестче. То есть вырастить чуть больше мышц, чуть больше силы. Для того, чтобы потери от столкновений с внешней средой, столкновения с внешней средой, это тренировка ваша, они становились меньше. Это и есть адаптация. Так вот, на биологическом уровне эта адаптация работает в том числе через тестостерон, потому что у тестостерона, помимо андрогенной составляющей, ваши вторичные половые признаки, есть анаболическая составляющая, то есть тестостерон запускает в клетках рост белка. Ваши клетки становятся больше, это выражается в том, что ваши мышцы становятся сильнее и больше по размеру. Как это работает и почему? Почему? Я про это рассказывал 8 лет назад, повторю сейчас, потому что, наверное, мало кто помнит этот сюжет. Эксперимент проводился над группой молодых людей, которым замеряли уровень тестостерона до тренировки и после тренировки. Так вот, оказалось, что после тренировки уровень тестостерона в крови у мужчин всегда меньше, чем до тренировки. Почему? Потому что тренировка, грубо говоря, мышечные клетки выкачивают тестостерон из крови, потому что им нужен тестостерон для того, чтобы запускать анаболические процессы, процессы роста в клетке. То есть силовая тренировка опустошает ваши запасы тестостерона в крови. И вы вот пришли на тренировку, у вас там высокий уровень тестостерона. Вы тренируетесь, уровень тестостерона в крови будет падать, потому что тестостерон нужен для перестройки клеток, для анаболической перестройки ваших клеток. А дальше начинается интересно. Оказалось, что если молодые люди походят на тренировки 3 раза в неделю на протяжении месяца, то их уровень тестостерона после тренировки останется таким же около нулевым. То есть мышечные клетки высасывают все. Но перед тренировкой уровень тестостерона постепенно поднимется в среднем на 40%. То есть молодой человек неделю занимается силовыми тренировками, и его базовый средний уровень по жизни тестостерона вырастает на 40%, мать его, процентов. Это много. Ну практически в полтора раза. Почему он вырастает? А потому что организм таким образом адаптируется к внешней среде. Внешняя среда стала жесткой, вы тягаете железки, разрушаете свои мышцы, гомеостаз внутренней среды нарушается, и ваша система пытается к этому адаптироваться. Она становится, внешняя среда стала жестче, я тоже буду становиться жестче. Я сделаю мышечные волокна толще, а я сделаю их более сильными, для того, чтобы взаимодействие с этой внешней средой не так сильно меня разрушало. И внешняя среда имеет механизм, как это делать. Ну анаболические механизмы, в том числе через тестостерон. И в частности это проявляется, что тестостерона больше выкачивается из системы, чтобы мышцы росли. Соответственно система ваша начинает производить больше тестостерона, чтобы компенсировать это выкачивание. То есть тестостерона становится меньше в результате новой нагрузки, значит я буду производить больше тестостерона, чтобы в какой-то части компенсировать вот это вот выкачивание, опустошение тестостерона. И по жизни это проявляется в том, что уровень тестостерона вдруг, хоп, стал больше, чем он был. Конкретные рекомендации, как нужно тренироваться для того, чтобы лучше всего повышался уровень тестостерона. Можно тренироваться по-разному для достижения различных результатов. Для гипертрофии, для выносливости. Одни схемы. Для того, чтобы максимально рос уровень тестостерона, другие схемы. Смотрите, самое главное, схема, которая лучше всего, силовая тренировка, которая лучше всего повышает уровень тестостерона, это 6 силовых упражнений, вернее 6 силовых подходов, 6 подходов и 2 минуты отдыха между подходами. То есть, вы делаете 6 силовых подходов в количестве повторений 6-10, и между такими подходами вы отдыхаете 2 минуты. Не 60 секунд, не 30 секунд, именно 2 минуты. То есть, организму нужно какое-то время для того, чтобы восстановиться. Вот такой протокол, 6 подходов по 6-10 повторений и отдых 120 секунд между подходами, он лучше всего повышает уровень тестостерона. Какие должны быть упражнения? Это должны быть базовые мультисуставные упражнения на крупные мышечные группы. Крупные мышечные группы лучше всего это ноги, на втором месте спина, на третьем месте грудь. Крупные мышечные группы, когда вы делаете базовые упражнения, например, приседания, либо жим штанги, либо тяги какие-то, у вас работает большое количество мышечных групп. И, соответственно, чем больше мышечных групп работает, тем больше воздействие вот этой вот внешне жесткой среды, и, соответственно, это больше стимулирует выработку вашего тестостерона. То есть, 6 подходов по 6-10 повторений, отдых 120 секунд между подходами. Лучшие упражнения базовые на ноги, грудь, спину. Дальше. Таких тренировок в неделю у вас должно быть 2, потому что натуральный всплеск тестостерона и стимуляция синтеза роста мышц, вызванная вот этим вот всплеском, она сохраняется реально где-то 48 часов. Потом уровень падает, соответственно, вам нужно регулярно повторять стимуляции для того, чтобы поддерживать высокий уровень тестостерона и высокий уровень скорости роста мышц. И хотя бы 2 тренировки в неделю. То есть, вам нужно желательно тренировать мышечную группу раз в 48 часов. Это вот если по науке, на деле вы не будете высчитывать 48 часов, на деле вы, скорее всего, будете делать 2 тренировки в неделю. И последний момент. Длительность тренировки не должна быть больше 60 минут. То есть, тренировка должна быть достаточно короткой и интенсивной. Почему? Потому что если будет тренировка длительной, там 60 и больше минут, то уровень тестостерона начнет падать, а уровень кортизола будет расти. В начале тренировки наоборот. Уровень кортизола умеренный, а уровень тестостерона высокий. То есть, лучшая часть вашей тренировки для тестостерона – это первые полчаса. Вот в этот момент самый интенсивный, вы делаете базовые упражнения, отдыхаете по 2 минуты, вот в этот период у вас тестостерон максимальный, а если вы продолжаете там за час, за полтора, то тестостерон начинает падать, а кортизол начинает расти. Следующий способ, который работает хуже, чем силовая тренировка, но лучше, чем полное отсутствие тренировки, это, скажем так, кардиотренировка. То есть, когда вы не тягаете железки, а когда вы, например, ходите, либо бегаете, это все равно движение, и любое движение это лучше, чем его отсутствие. То есть, люди имеют самый низкий тестостерон, когда они ведут сиячий образ жизни, и когда вообще никаких тренировок у них нет. Так вот, для таких товарищей, хотя бы ходьба, хотя бы ходьба, как легкая кардионагрузка, может значительно повысить их уровень, их средний уровень тестостерона. Потому что средний уровень их тестостерона занижен, и даже легкая такая вот активность может поднимать уровень тестостерона там на 40-50%. Просто ходьба. Называют цифры 10 тысяч шагов. То есть, если вот вы вообще такой чисто офисный планктон, и в вашей жизни никогда не было никаких тренировок, и вы хотите с чего-то начать, купите себе шагомер, или можете воспользоваться телефоном, и вперед. То есть, это такой, когда у вас есть какой-то трекер, меня недавно спрашивают, почему я начал носить часы, потому что я раньше типа всегда говорил, что я, ну, часы типа презираю вообще, зачем носить часы, если всегда есть телефон. Так вот, это у меня на руке, это не часы, это трекер. И трекер в моей ситуации работает хорошо, потому что он постоянно у меня на виду, он заставляет меня контролировать параметры. То есть, сколько я этажей прошел сегодня, сколько я километров прошел, сколько шагов я сегодня прошел. И тем самым он меня стимулирует на физическую активность, которой в нашей жизни очень мало сейчас. И для того, чтобы ее было много, если вы это не контролируете, то ничего не получится. Нужно это контролировать, а чтобы это контролировать, оно должно быть на виду. Поэтому, в моем случае, это трекер, я стараюсь ходить там 7-10 тысяч шагов в день, чтобы они были. Это вот типа мое такое кардио, скажем так. Вот. Вообще, если вы хотите именно профессионально заниматься кардионагрузкой именно для того, чтобы стимулировать выработку тестостерона, то лучше всего вам делать не длительное кардио, а короткое интенсивное кардио. Спринты работают лучше, чем марафоны. Лучшая спринт-схема, это когда вы делаете серию каких-то пульсаций, серию, там, 6, допустим, ускорений по 6 секунд. 6 ускорений по 6 секунд, и между каждым ускорением вы отдыхаете секунд по 40. То есть, это такой, ускорились, ускорились максимально, замедрились, отдышались там 30-40 секунд. Снова ускорились максимально, замедрились, отдышались. И вот такая система, вот эти вот короткие, но очень интенсивные спринты, они, в общем-то, это уже превращается в такую больше, в каком-то смысле силовую нагрузку, потому что у вас же используются быстрые мышечные волокна, а не медленные мышечные волокна. Потому что вы их быстро очень сокращаете. Это быстрые мышечные волокна, которыми чаще всего работают на тренировке именно с железом. То есть, вы ускорились, замедлились, ускорились, замедлились. Вот такие вот пульсации, кардиопульсации, они лучше всего повышают уровень тестостерона. Что не желательно делать для теста, это вот такие штуки, как Ironman. Длительные марафоны, они истощают вашу систему. Почему это, есть много споров, почему так происходит. Не хочу сейчас далеко отходить от темы, но смысл такой, что если вы там бегаете десятками километров, там 40-30 километров, то это плохо для вашей эндокринной системы, это плохо для вашего тестостерона. То есть, лучше спринт, интенсивно очень, чем марафонские дистанции. Следующий важный элемент, который традиционно недооценивают, это ночной сон. Это то, что значительно влияет на выработку вашего тестостерона, дофамина и серотонина. То есть, все то, что делает вас напористым, настойчивым, все, что затрагивает вашу систему мотивации. И если вы вспомните какие-то ситуации в своей жизни, то вы знаете, если вы нормально не поспите, ну, это капец, да, то есть, уже все. Руки сами по себе опустились, фокуса никакого нет, вы ни на чем не можете сфокусировать свое внимание. Ну, эффективность ноль. Но у нас очень сильно недооценено влияние сна. Я, когда читаю иностранные источники, эксперименты, я вижу, что это прям целый неизведанный океан. Есть очень много моментов, которые влияют на сон. И есть очень много моментов, как сон влияет на нашу жизнь, в частности, на производство тестостерона. Для того, чтобы очень далеко никуда не убегать, давайте я буду давать конкретные рекомендации. Первая ключевая рекомендация. Спать нужно ложиться пораньше и пораньше вставать. То есть, в ночное время суток. Почему? Потому что исторически мы миллионы лет спали в ночное время суток. То есть, пораньше ложились, пораньше вставали. Понимаете? Миллионами лет. Этот момент настраивает наш циркадный ритм. А наш циркадный ритм настраивает выработку всех гормонов в системе. Прежде всего, тестостероны, эндорфины, серотонины и так далее. То есть, когда мы сидим в компьютерах или смотрим телевизор допоздна ночью, мы все это к чертям разрушаем. И в том числе разрушаем работу нашей эндокринной системы. Потому что это абсолютно противоестественно. Наши предки миллионами лет, вот солнышко ушло, и они уже потихоньку готовятся спать. То есть, рано ложились спать и рано вставали. А в цифрах это работает так. Я стараюсь, ну не то что стараюсь, у меня всегда получается ложиться в 11 часов вечера и вставать где-то в 6-7 часов утра. Я знаю людей, которые укладываются еще раньше, например, в 10 и чувствуют себя еще лучше. Но ни в коем случае не в 12, не в час. Это вот гарантированно вы будете разносить, ломать свою эндокринную систему и выработку тестостерона. То есть, чем раньше вы ложитесь, тем лучше. Отложите все эти ноутбуки, телевизоры, отдохните. Ваш фокус, состояние вашей эндокринной системы, ваша мотивация на следующий день будет на порядке лучше. Если вы рано все это отложите, рано ляжете спать. То есть, рано легли, рано встали. Это будет настраивать ваш циркадный ритм. Второе. Когда вы встаете, нужно, чтобы в ваши глаза попало много света. Лучше всего солнечного. Именно в глаза, не на кожу, а именно в глаза. То есть, идеальная система, если это лето, вы можете выйти на балкон, можете открыть окно, можете подойти и посмотреть на солнце. И посмотреть какое-то количество минут, постоять. Потому что большое количество яркого солнечного света активирует вашу циркадную систему. То есть, это такой переключатель, который говорит в системе, окей, мы отдохнули, мы проснулись, у нас начинают вырабатываться другие гормоны, у нас включается мотивация. То есть, все это настраивает нас на день, который предстоит. Это мало кто делает, потому что утром проснулся, с просонья открываешь один глаз, идешь там пить кофе. В лучшем случае включаешь какой-нибудь электрический свет, который хуже гораздо, чем естественный, натуральный. Потому что там другая интенсивность, световая температура. Не хочу сейчас глубоко в это вас погружать, но смысл в том, что самый лучший свет – это солнечный и в большом объеме. Вообще, идеальная система – это если вот вы летом вышли на балкон, и вот вы оказались, вокруг вас большой объем солнечного света, и вот вы стоите, ваш организм в этот момент максимально просыпается, и настраивается выработки всех необходимых гормонов. То есть, спим условно с 11 часов вечера до 6-7 часов утра, когда просыпаемся, подходим к окну, стараемся погрузить себя в яркий солнечный свет. Следующая малоизвестная вещь – это правильное дыхание носом. Я даже сейчас рассматриваю вариант сделать целый сюжет про правильное дыхание, потому что я недавно прочитал несколько книг специалистов именно по правильному дыханию, и если раньше я думал, что это полная дичь, ну, типа ни о чем, то сейчас я вижу, что многие вещи мне действительно были неизвестны. То есть, я вот не понимал, насколько важно дышать носом во время сна, и вообще во время тренировок, и вообще по жизни. Я не понимал, насколько важно дышать носом для того, чтобы происходило правильное увлажнение воздуха, который попадает в систему. Когда вы дышите ртом, воздух поступает плохой, он хуже увлажнен, вы более истощены, эффективность этого воздуха существенно меньше, чем если вы дышите через нос. И особенно плохо, если это происходит ночью, если вы ночью спите открытым ртом, это прям вообще очень плохо. Старайтесь дышать носом. Это абсолютно правильно, воздух правильно увлажнен, и более эффективно работает в вашей системе. Ну, и четвертый момент, на который нужно обратить внимание, это температура. Желательно ночью спать в прохладном помещении, не в теплом, а в прохладном. Вокруг, вот вы накрылись одеялом, а вокруг желательно, чтобы было прохладно. Потому что исторически наши предки в прошлом, они спали там в этих пещерах, в лесах, где бы там они ни спали, там вокруг среда была прохладная. И в таких условиях система лучше восстанавливается, лучше спит, и эффект сна лучше, чем если вы будете находиться в теплом помещении. Следующий мощнейший механизм, с помощью которого можно поднять уровень тестостерона в системе, это путем снижения уровня жира в организме. Если у вас высокий процент жира, если у вас лишний вес, то это прям первое, с чего вам нужно начать. Существуют прям целые таблицы, которые показывают, как значительно повышается уровень тестостерона у мужчин в зависимости от того, на сколько процентов, на сколько килограмм они похудели. И если у вас там есть лишний вес, вы там похудели, например, на 10-15 килограмм, вошли в норму, то можно ожидать прибавки 15-30% тестостерона просто за счет того, что вы похудели. Это первое, что нужно сделать, если вы видите, что на вашем теле избыточный жир. И будем говорить откровенно, почти у всех есть избыточный жир. Почти у всех. Потому что среда очень легкая стала, еды вкусной много, подвижности мало, люди работают в офисах. И в целом это приводит к тому, что жира больше, чем было у наших предков, а чем больше жира, тем меньше тестостерона. Почему? Есть три ключевых механизма. Во-первых, жир, он ароматизирует тестостерон в эстрогены, в женские половые гормоны. То есть, чем больше жира на вашем теле, тем больше ваш тестостерон, который производится в вашей системе, он превращается в женский половой гормон. В женский половой гормон. И, кстати, это такой вот момент щекотливый. Сейчас немножко не по теме, но тем не менее, ребята, которые используют анаболические стероиды, есть поджарые ребята, а есть такие рыхлые ребята. Так вот, рыхлые ребята, когда используют анаболические стероиды, у них часто начинается что? Гинекомастия. То есть, у них сучаевыми растет. А у поджарых больше мышцы растут. А, кстати, поджары хуже набирают вес, в принципе, от стероидов, чем вот такие более рыхлые ребята. Но у поджарых набирается мясо, а у рыхлых у них часто набираются побочки, такие как гинекомастия. Почему? Потому что чем больше процент жира, тем сильнее идет ароматизация. Они колят этот тестостерон, этот тестостерон ароматизируется у них в эстрогены. Эстрогены связываются с рецепторами железы молочной. Ну и, соответственно, начинаются все вот эти неприятные штуки. Так вот, это вот механизм такой. Больше жира, больше мужской гормон будет превращаться в женский гормон. Ну, как вы понимаете, женские гормоны в мужской системе не очень хорошо, когда они в избыточном количестве. Это первый механизм. Второй механизм – это большое количество жира на вашем теле. Оно создает негативный тепловой эффект на ваши яички. Почему? Ну, потому что у вас ляхи больше. И, соответственно, ваши яички со всех сторон закрыты большими слоями сала. И это создает более высокую температуру. И это очень плохо, потому что в ваших яичках производится тестостерон. И это производство, но не любит высокую температуру. В яичках температура должна быть на несколько градусов ниже, чем в вашем теле. Ну, там 34-35, вот такая вот температура. Чуть-чуть меньше, чем во всей остальной системе. А когда вы жирные, то у вас такая получается паровая такая история. Со всех сторон закрыто все слоями, и температура растет, тестостерон падает. Ну, и третий механизм, это чем человек имеет больше лишнего веса, тем меньше его физическая активность. Ну, потому что технически ему тяжелее все это таскать. Такой человек больше сидит, чем двигается. А чем человек больше сидит, чем он меньше двигается, тем меньше у него уровень тестостерона. Вот эти вот три механизма в совокупности приводят к очень негативным эффектам. Поэтому в плане еды сокращайте ее количество, старайтесь худеть. И вы знаете, что худеть проще не за счет увеличивания нагрузки и интенсивности, а за счет сокращения того, что вы потребляете. Потому что то, что вы едите, оно обладает сумасшедшей калорийностью. Для того, чтобы эту калорийность потратить на тренировках, вам придется тренироваться с утра до вечера. Проще сократить объем поступления пищи, чем увеличить объем тренировочной нагрузки. Ну, и раз мы заговорили про еду, очень такой важный момент, в том числе и на тестостерон. Это такая новая тема, в Рунете она неизвестна. Фталаты. Фталаты. Что такое фталаты? Фталаты, это то, о чем трубят сейчас все иностранные источники. Это пластики. Ну, пластиковая посуда, пластиковые контейнеры, пластиковые бутылки. Особенно пластиковые контейнеры, если вы разогреваете их в СВЧ-печах, для того, чтобы подогреть пищу. Так вот, эти фталаты, они используются там уже 50-60 лет. И только сейчас ученые вдруг обнаружили, что оказывается у этой штуки есть очень много прям убийственных эффектов, про которые мы полвека не знали. И вот только сейчас осторожно начинаем про них узнавать. Так что, контролируйте свою еду, постарайтесь убрать пластик из своей кухни, не пользуйтесь вот этими пластиковыми контейнерами, это плохо из-за фталатов. Старайтесь меньше есть и снижать процент жира в своем теле. Следующий компонент, который влияет на уровень тестостерона в вашей системе, это температура. Высокие температуры понижают ваш тестостерон, низкая температура может повышать ваш тестостерон. За счет чего это работает? Как я вам уже сказал, в наших яичках температура сохраняется где-то на пару градусов меньше, чем во всем остальном теле, ну там 34-35 градусов. Так вот, когда вы оказываетесь в холодной обстановке, то интенсивность кровообращения в ваших яичках, она снижается. Ну, грубо говоря, как бы все такое, знаете, притормаживается, замедляется, в том числе и выработка тестостерона из-за температуры, из-за низкой температуры. И вот когда вы возвращаетесь в обычную среду, происходит очень-очень условно, чтобы было понятно, происходит оттаивание. И вот это вот оттаивание, то есть когда вы приходите из низкой температуры в более высокую, более теплую, оно приводит к стимулирующему эффекту. То есть происходит такая определенная суперкомпенсация, и ваши нервные клетки, они отдают сигнал производить чуть больше, чем было до. То есть когда вы попали в холодную температуру, а потом вернулись обратно в комфортную температуру, это оказывает стимулирующий эффект на ваши яички, производить больше тестостерона. А если вы попали в теплую среду или в горячую среду, то это наоборот подавляет активность вашего сперматогенеза и производства тестостерона в ваших яичках. Я не знаю, честно говоря, какой механизм, не хотел глубоко в это вникать. Если кто-то из вас знает, почему так происходит, пожалуйста, напишите в комментариях, я с удовольствием почитаю. Ну, это общеизвестный факт, что если вы ходите в сауну, если вы перегреваете свою мошонку, то у вас может снижаться качество спермы и снижаться уровень тестостерона. Кстати, раз уж у нас такая щекотливая тема по поводу спермы. Существует множество способов, как мониторить состояние своего здоровья. И продвинутые люди, они сдают развернутые анализы гормональные для того, чтобы смотреть, как меняются те или иные параметры в их здоровье. Так вот, лучшим и самым качественным параметром, который можно сдавать таким вот фанатам, является спермограмма. То есть, мужская спермограмма, как ничто другое, показывает состояние мужского здоровья. То есть, мужская спермограмма показывает, либо все окей, либо не все окей. У вас может быть все в порядке там по гормональному профилю, вы видите, что все в нормах, все в референтах. Но если вы смотрите и видите, что там что-то не в норме по спермограмме, а там огромное количество параметров, там прям очень-очень-очень много всяких показателей, если что-то не в норме, значит, что-то не в норме. То есть, если вам интересно состояние своего здоровья, то вперед в клинику какую-нибудь, сдать спермограмму. Это такой достаточно приятный процесс. И вы сможете точно понимать, все ли окей в вашей системе или не все окей в вашей системе. Ну, вот такое вот небольшое отступление. Так, по поводу спортивных добавок, мало что поменялось по сравнению с тем сюжетом, который был там 8 лет назад или 7 лет назад. То есть, такие вещи, как куркума и ашваганда могут поднимать уровень вашего тестостерона на 10-20%. Я про это говорил тогда, про это могу повторить и сейчас. Единственное, что я бы добавил в этот список, я бы добавил цинк, я бы добавил витамин D, и я бы добавил креатин. Это вот то, на что я обратил внимание за последние, скажем так, лет 7. Я видел чаще опыты, эксперименты, исследования, что вот эти вот три вещества, они имеют большее значение для производства тестостерона, чем я думал раньше. Особенно витамин D, особенно в нашей системе, где у нас мало солнечных дней, а витамин D вырабатывается на солнце. И я уверен, что вот вы смотрите, 99% у смотрящих этот сюжет, у вас будет заниженный уровень витамина D. Более того, он у нас заниженный из-за неправильной оценки. Я долгое время думал, что у меня там, допустим, уровень витамина D в норме, а потом я сравнил с показателями, которые являются стандартом в Германии, и оказалось, что мой уровень существенно ниже норм немецких. А потом оказалось, что в Германии этот вопрос очень длительно и серьезно очень изучался, гораздо серьезнее, чем у нас. И оказалось, что люди длительное время, ну, не доедали, скажем так, витамин D, и те нормы, которые существовали в прошлом веке, они ложные. Нам нужно существенно больше витамина D, чем мы думали раньше. И поэтому практически, вот я уверен, вот 99% из вас имеют низкий витамин D, а он влияет на все на свете, в том числе и на тестостерон. Частая потребность, то, что люди спрашивают, это как поднять тестостерон, свой натуральный тестостерон еще больше, еще выше, ну, там, больше 100%, а желательно вообще к 200% и при этом не использовать анаболические стероиды. Ну, тут понятно, когда вы используете анаболические стероиды, ваш тестостерон на анализах может показать прям там в 10 раз больше нормы, но это не ваш тестостерон, это тот тестостерон, который вы колете, это внешний тестостерон. И потом, когда вы его перестаете колоть, у вас, получается, нету ни внешнего, и свой у вас на нуле, что он перестал вырабатываться, так как был внешний тестостерон. Многие уже сейчас знают, что это не есть хорошо, и они спрашивают, а вот без стероидов, типа, вот как бы вот поднять там, чтобы не до 200%. Есть такие способы, но, скажем так, это не анаболические стероиды, но это уже фармакология, более того, я бы вам не рекомендовал этим баловаться, хотя я не слышал каких-то много негативных отзывов, но я не рекомендую, потому что это сложная штука, и для того, чтобы этим баловаться, нужно сдавать анализы, гормоны. Причем анализы многократные, там, каждую неделю. О чем я говорю? Я говорю о двух веществах. Это ингибиторы ароматазы и лютинизирующий гормон, ЛГ. Ингибиторы ароматазы – это такие штуки, которые блокируют ароматизацию. Вот помните, я вам рассказывал, когда жира много на теле, происходит ароматизация, то есть превращение мужских половых гормонов в женские половые гормоны. У нас есть определенная пропорция, в каждом из нас есть определенное количество женских половых гормонов, эстрогенов, и это хорошо. Это хорошо для психики, это хорошо для потенции. Например, если у вас вообще убрать в ноль эти гормоны, то у вас потенция будет, например, плохая. Кажется странно, да? То есть должна быть определенная пропорция. Но, в общем, если использовать ингибиторы ароматазы, ну такие как, например, летрозол или анастрозол, то можно подавить ароматизацию, то есть можно снизить количество женских половых гормонов в своей системе. И низкое количество женских половых гормонов в системе будет сигнализировать вашему гипотезу о том, что в вашей системе маленькое количество гормонов. То есть система будет анализировать низкое количество женских половых гормонов, и она даст приказ на производство больше лютинизирующего и фолликулостимулирующих гормонов. Лютинизирующий – это то, что в яичках запускает тестостерон, фолликулостимулирующий сперматогенез. То есть теоретически, скажем так, я это пробовал, и многие люди мои знакомые это пробовали, но мы это делали с анализами, это действительно работает. То есть человек начинает использовать ингибиторы ароматазы, и у него вдруг очень сильно подскаткивает лютинизирующий гормон, и, соответственно, потом у него вырастает тестостерон больше, чем был. То есть это работает, но это очень щекотливый момент, потому что если вы не проконтролируете, и у вас уйдет уровень слишком низко, то есть если эстрогены будут слишком низкие, если вы полностью заблокируете ароматизацию, то будет противоположный эффект. То есть либидо будет очень плохим, настроение будет очень плохим, то есть вы достигнете противоположного эффекта тому, который вы хотели. Это вот такая вот штука очень опасная, ингибиторы ароматазы. Второй момент это кламид, это лютинизирующий гормон, то есть это вот наш гипофиз, он вырабатывает лютинизирующие фолликулостимулирующие, которые приказывают нашим яичкам производить тестостерон, либо запускают сперматогенез. Так вот можно наши яички обмануть, можно съесть кламид, кламифенцитрат, а это гонотропин, он скажет яичкам, типа, что вот даю тебе приказ на производство тестостерона. То есть это внешнее воздействие, но это не анаболические стероиды, то есть яички сами производят твой собственный тестостерон, но это не натурально, потому что ты ему искусственно приказываешь с помощью лютинизирующего гормона. И вот эта вот штука, она поднимает производство тестостерона. Обе эти вещи, они... Достигают эффекта через вот посредника, через гонотропин, через лютинизирующий гормон. Я не считаю, что большинству из вас это нужно. Я даже не считаю, что там профессиональным спортсменам это нужно, потому что профессиональные спортсмены все равно используют стероиды. Это нужно в каких-то ситуациях, там, когда у человека там идет сильная, например, ароматизация из-за того, что он использует оверт до хрена на балических стероидах. Вот у него там пошла гинекомастия, ну вот все вот эти вот прикольчики, и вот тогда он может использовать ингибиторы ароматазы. Единственная причина, почему я включил это в наш сегодняшний сюжет, потому что я хочу, чтобы у вас было полное понимание, что существует вообще в принципе, и что в какой степени влияет. Так вот, ингибиторы ароматазы и лютинизирующий гормон, они могут поднять тестостерон, если вы там контролируете анализы и все делаете правильно, там, на 100-200%. Ну вот мы и подошли к той самой замечательной части нашего сюжета, которую вы все так долго ждали. Как влияют секс, эякуляция и порнография на выработку тестостерона в мужском организме. Все эти вещи, что я перечислил, безусловно влияют вообще любые ваши взаимоотношения с противоположным полом, особенно системные, прям влияют мощнейшим образом. Например, малоизвестная информация, если у мужчины беременная жена, беременная жена, то на весь период беременности у этого мужчины падает уровень тестостерона на 50%. На 50, мать его, процентов. У него вырастает уровень пролактина, эстрадиола и у него больше откладывается жировых клеток. Ну то есть мужчина становится такой более пассивным, менее активным на весь период беременности его жены. Почему? Это защитный механизм, чтобы этот мужик не убежал к какой-то другой женщине и не оставил вот эту вот свою жену с ребенком. То есть для выживаемости вида выгодно, чтобы мужчина в период беременности его женщины сохранял низкую сексуальную активность. Поэтому тестостерон падает. И вы знаете, что в течение жизни после пика полового созревания тестостерон у мужчин падает со скоростью минус 1% в год. В среднем с этим можно бороться теми способами, которые мы сегодня обсуждали и нужно бороться. Но статистика печальна. Тестостерон падает, падает, падает. Поэтому соревнуемся, стремимся, тренируемся для того, чтобы его поднять. Ну а теперь по поводу секса, порно и эякуляции. Так вот, когда вы смотрите, как кто-то занимается сексом, то есть когда вы смотрите порно, уровень вашего тестостерона увеличивается на 10%. На 10%. В этом плане порно увеличивает ваш тестостерон, а не уменьшает ваш тестостерон. И поэтому в 90-х была популярна такая муля, типа некоторые качки смотрели порно во время тренировок в тренажерном зале. Объясняю это тем, что вот я смотрю порно, у меня вырабатывается тест, и от этого типа мышцы будут лучше расти. Это, конечно, очень плохая идея, потому что секс это удовольствие, а физическая тренировка это стресс. И когда вы вмешаете удовольствие стрессом, организм перепрограммируется воспринимать удовольствие как стресс. И потом в следующий раз, когда вы занимаетесь сексом, организм воспринимает это как стресс, и, соответственно, у вас не получается заняться сексом. Поэтому не путайте баню с вахтой, не надо это делать. Но у кого-то может возникнуть идея, ну типа порно раз повышает уровень тестостерона на 10%, ну типа может быть смотреть порно тогда. Вроде бы выглядит неплохо, пусть 10, но зато какой приятный процесс. Не надо это делать, у порно есть другие прям критические, убийственные недостатки. Например, порно полностью убивает вашу систему мотивации и вашу дофаминовую систему. Тот, кто смотрит порно, разучивается взаимодействовать с реальными женщинами, разучивается получать удовольствие от реального секса, и не может к этому подступить. То есть его система мотивации, она меняется настолько сильно, что потом он уже не может вернуться на обычные традиционные сексуальные взаимоотношения. Поэтому порно прям вообще очень-очень плохая идея. Это, кстати, если вам интересно, дайте знать, я сниму сюжет. Порно весело, задорно. Это прям тема такая. Это боль современного общества, боль современных подростков. Они, вот, эпидемия одиночества, там Эндрю Тейт, а кто-то на этом зарабатывает. И никто вам не расскажет правды, кроме Денчика. А Денчик может рассказать правду. Прямо как это все работает с точки зрения, почему появились такие персонажи, как Эндрю Тейт, как это работает, как это монетизируется, почему это стало актуально сейчас, почему. Ладно, дайте знать, если что. Хорошо, переходим дальше. Значит, наблюдение за сексом увеличивает плюс 10 ваш тестостерон. Любое сексуальное поведение, если вы флиртуете, например, с девушкой, увеличивает ваш тестостерон плюс 10%. Почему? Ну, потому что это определенное соревнование, вы не знаете, как там получится, но вы стремитесь, вы пытаетесь получить там эту девочку, вы с ней флиртуете, и ваш тестостерон в процессе повышается плюс 10%. Дальше, если у вас все получилось, и вы занялись сексом с этой девочкой, то есть, если вы сами лично занимаетесь сексом, то ваш тестостерон вырастает больше всего, это такой существенный приз, плюс 70%. То есть, когда вы лично занимаетесь сексом, а не смотрите, как кто-то это делает, то ваш тестостерон растет плюс 70%. И дальше возникает вопрос, кончать или не кончать? Есть такое мнение, что типа, если не кончать, а заниматься сексом и не кончать, то будет очень высокий уровень тестостерона, и типа, надо именно вот так и поступать, то есть, заниматься сексом, но не кончать, типа, ты будешь с высоким тестостероном более высокопродуктивный. Это вранье, потому что, когда вы эякулируете, ваш уровень тестостерона не падает. Когда вы эякулируете, у вас вырастает уровень пролактина, там, в 2-4 раза на 30-60 минут. Что такое пролактин? Ну, в норме это один из главных женских гормонов, но у мужчин он вырабатывается для того, чтобы погрузить вас вот в такое вот тюфяковое состояние, когда вы вот после эякуляции, вы не можете второй раз эякулировать. Это пролактин, и, кстати, у нас есть ингибиторы пролактина, кабергалин, по-моему, если я не ошибаюсь, и вот те люди, которые, культуристы, которые используют у них из астероидов высокий уровень пролактина, они используют кабергалин, например, для того, чтобы его подавлять, они докладывают о том, что у них получается эякулировать гораздо чаще, чем раньше, ну, то есть, быстро восстанавливается, потому что вот этот пролактин подавлен. Ладно, мы уходим в сторону. Пролактин, он заставляет вас зевать, расслабиться, и вы не можете второй раз повторить, что вы только что сделали, то есть, вы должны отдохнуть. Вот это вот пролактин, но это никак не связано с тестостероном, тестостерон у вас высокий, то есть, самое продуктивное во всех этих сексуальных делах, это реально заниматься сексом. Когда вы реально занимаетесь сексом, у вас максимально растет тестостерон, а если вы еще к этому добавляете какую-то там физическую активность, там спорт какой-то, вы там к чему-то стремитесь, то у вас реально там легко вы можете достигнуть там 100% и больше. Натурально, без всякого вреда. А дальше я вам обещал протокол Эндрю Хьюбермана. Это очень известный парень, у него есть свой блог на Ютьюбе, он последние там 3 года, наверное, самый известный вообще нейробиолог в мире. То есть, он прям ведет подкасты, рассказывает различные темы, я его регулярно смотрю. И пару лет назад он сделал выпуск большой про тестостерон, где рассказывал различные протоколы, в том числе и протокол, как максимально поднять свой уровень тестостерона на 400%. Так вот, Эндрю Хьюберман говорит, что для того, чтобы ваш уровень тестостерона был X4, достаточно неделю воздержаться от секса. То есть, неделю, если вы не эякулируете, не эякулируете неделю, то ваш уровень тестостерона вырастает на 400, мать его, процентов. И это прям разнесено сейчас по всей планете. Вот я вот видел там видосов, наверное, 15, я видел типа там название типа «Как поднять свой тестостерон на 400%?» Типа, и все пересказывают Эндрю Хьюбермана, я не поленился, пошел на Пабмет, почитал те статьи, на которые он ссылался, когда он озвучивал цифру плюс 400%, ну и в тех работах указано 45%, 45, не 400, а 45. Я думаю, что Эндрю Хьюберман просто ошибся, ну, то есть, у него там огромные длительные сюжеты, по два часа, ну, заговорился человек, вместо 45% назвал 400%, а потом уже переделать как-то было неудобно. И вот во всем мире рассказывают, что если не эякулировать неделю, то тест вырастает на 400%. Это не так, но действительно вырастает там на 45% в соответствии с теми опытами. Самое эффективное, что можно придумать вот в плане секса, это реально флиртовать, реально знакомиться и реально заниматься сексом. Вот в этом случае вы будете там плюс 10 получать, во время секса вы будете получать плюс 70, вы будете довольны собой, и вся ваша система будет работать так, как она была задумана работать. Хорошо, давайте сейчас подведем основные итоги, вот так вот, 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 очень все тезисно. Что нужно для того, чтобы максимально поднять свой уровень тестостерона? Первое ключевое, главный момент, это кайфовать от преодолений, получать удовольствие от тех сложностей, которые вы преодолеваете, побеждать. Вот это вот ключевой основной механизм, для чего тестостерон, в общем-то, и существует в нашей системе. Соревноваться, преодолевать, стремиться, вот это поднимает. Дальше, нужно стабилизировать свой график дня, нужно рано ложиться спать, рано вставать, нужно сбросить лишний вес, если он у вас есть. Вот эти вот две вещи поднимают уровень тестостерона. Потом, нужно вести активный образ жизни, то есть, заниматься тренировочками, либо бегать интенсивными импульсами, да, такое интенсивное кардио, ускорился, отдохнул, ускорился, отдохнул. Либо ходить в тренажерный зал и поднимать железки. Еще лучше, когда вы поднимаете железки, вы думаете о соревновании с самим собой, вы пытаетесь стать сегодня лучше, чем вчера. Это будет включать первый механизм, то есть, да, кайф от преодолений. Кайф от преодолений – это ключевое, это вот самое-самое главное. Ну и, наконец, секс. Лучше всего поднимает ваш тестостерон, там, полноценный секс. Когда вы им занимаетесь, у вас уровень тестостерона растет, там, плюс 70%. Такого секса, кстати, количество половых актов зависит от возраста. Чем моложе, тем больше половых актов, тем старше, тем меньше половых актов. Скажем так, где-то в возрасте до 30-40 лет половых актов должно быть где-то 2-3 в неделю, а если вам уже больше 40, то 1-2 в неделю. То есть, чем старше вы становитесь, тем осторожнее нужно с нагрузочкой, да, то есть, там, ну, допустим, говорят, после 50 лет, ну, 1 раз в неделю достаточно, 2-3 раза, типа, уже будет многовато. Потому что секс – это такая очень затратная история, а когда вы молодой, вы можете себе позволить тратиться, а когда вы становитесь, чем старше вы становитесь, тем бережливее нужно становиться. Ну, вот такая вот история, такой вот сюжет сегодня. Так, давайте проговорим следующие темы. Следующий видос я расскажу про закон обратного усилия. Как отпустить для того, чтобы у вас получилось? Это что-то делайте, перенапрягайтесь и сами себе вредите. Вот как вот отпустить, и чтобы у вас вдруг сразу все получилось, и почему, и как оно работает, вот про это я расскажу в следующем сюжете. А через один сюжет я расскажу ту тему, которую я обещал. Где, когда, как и почему появились анаболические стероиды в среде профессиональных культуристов. Такой экскурс в историю профессионального бодибилдинга. Я надеюсь, многим из вас понравится. Хочу вам напомнить, что у меня есть мой телеграм-канал, где выложены две бесплатные тренировки. Одна для тела – фуллбоди 90, другая для мозга – нейромакс 90. Обе программы рассчитаны на 90 дней тренировок и подойдут тем, кто хочет начать, но не знает как. Если вам интересно, добро пожаловать. Ссылочки вот там вот внизу. Заходите и пользуйтесь. Но у меня на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха. И да пребудет с вами сила, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok